Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Из книги «Открытым оком» тема «Война», вопрос 1572. Римлянам 9.18. Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Как понять это место? Может быть в том, что сейчас происходит сейчас с нашей Церковью, с Россией, со всеми нами, и проявляется воля Божия, ожесточающая сердца современных фараонов? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Это как раз тот самый вопрос, на который нет ответа, а есть только окрик «Замолчи и не задавай вопрос». Дальше вот какие слова произносит вселенский учитель, апостол Павел. Римлянам 9.19.21. Ты скажешь мне, за что же еще обвиняет, ибо кто противостанет воле его? А ты кто человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его, зачем ты меня так сделал? Невластен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного потребления, а другой для низкого? А подумать есть над чем. Может быть, уже отнят дух покаяния от Кремля? Это сокрыто. Но есть признаки, по которым можно судить о степени ожесточения современных фараонов. Второе, Паралюпоминон, 25 глава, 16 стих. Когда он говорил ему, царь отвечал, «Разве советникам царским поставили тебя? Перестань, чтобы не убили тебя!» И перестал пророк, сказав, «Знаю, что решил Бог погубить тебя, потому что ты сделал сие и не слушаешь совета моего». Пророк, скажем,